мы тоже выходцы из старобрячества это как бы добрый слой такой русский русского народа не бежали все по этим по значит по окраинам старобрядцы конечно не крепкие в своей вере они стоят за свои как говорится уставы устои в традиции сохраняют это очень похвально это передается из поколения в поколение подчинение старшим значит отцу матери дедам и вот это подчинение она конечно очень похвально и богоугодно те пороки которые может быть они и в безбожном мире и и в православии мы видим там меньше есть конечно но меньше вот это иконы илья пророк она к нам досталась бабушки принесли но она была в расколотом виде вот видите вот вот когда значит безбожники разрушали храм я уж не знаю какой храм но бабушки будучи значит так чтобы безбожники не увидели они выбросили эту икону в окно в окно выбросили она но лопнула конечно потом они вечером ее подобрали держали у себя значит они ее и в начале были писаные иконы металл это уже после когда литье пошло потом когда литье вошло значит раз в расцвет и пошли меднолитые иконы много меднолитых икон было у нас значит и в старобрячестве но бабушки конечно иконы к пасхе эти чистили чем-то такой шкуркой они лики все стирали надо вот как она были ему старобрячеством и горохом бабушки или зубной пастой час вот и щеточкой но люди всячески спасали иконы никола этот нам наш как достался он был закрашен половой как раз принесли когда к нам она невзрачный такой вид у нее были почему же то может быть конспирация какая-то чтобы и может спасали может потом я попросил людей они мне открыли открыли прекрасный иконы старобряческие они писаны как бы не жива и живописные они канонические икона называется как византийский канон был поставлен так он и к нам пришел и старобряцы этот канон сохраняли и сейчас сохраняю после отмены крепостного права в 1861 году различия по вере на демидовских заводах стало потихонечку разрушаться они очень быстро ассимилировались они селились рядом жили вместе но некоторое разделение у них было с православными теми же туликами хотя и среди туликов также было распространено староверие у мамина сибиряка в его знаменитом романе три конца получился вот именно такой какой-то скажем так своеобразный уже уральский этнос изменялось и отношение к религии и со староверием прежде всего связаны именно находки церковного такого характера это меднолитые иконки и кресты ввести с собой там обоза икон каких-то это все-таки иконы достаточно громоздкие предметы плюс красочный слой который мог выкрашиваться было очень удобно поэтому в большом почете и любви у староверов была медная икона не только иконы у них были целые многосюжетные композиции складни так называемые то есть по сути каждый старовер идя в дорогу брал с собой там иконку складень он по складни вообще представлял собой по сути походный иконостас вот именно такими находками и подтверждается то что здесь вот очень активно процветало у нас второе бречество хотел бы показать вот такой вот артефакт то есть вот это вот иконка она датируется 18 века очень характерная арочная такая вот форма она немножко еще архаичная это икона никола чудотворца но в чем особенность вот этой вот иконки во первых в том что эта иконка не местная то есть иконки такой формы такого скажем так формата здесь на урале уже не лили найдена она была как раз в районе висима на достаточно большой глубине говорит о том что она была потеряна достаточно давно именно иконки такого типа они лились в районе Нижнего Новгорода то есть прямое подтверждение того что люди сюда к нам на заводы Демидова шли с Нижегородчины как раз с кирженца поэтому вот хочу показать вам еще одну иконку это достаточно редкая икона это тоже нет с 18 начала 19 века я он богослов в молчании все бы ничего если бы не вот этот вот дефект вот у нас есть патрон от трехлинейной Мосинской винтовки патрон кстати говоря тоже копанный английского производства 17 год это наши союзники по Антанте помогали в первой мировой войне заказанное царским правительством за границей патроны прибыть не успели но зато они успешно провоевали всю гражданскую войну ну и вот соответственно смотрим ясно что это отверстие это пулевое отверстие пули от винтовки Мосин то есть кто-то развлекался в лесу расстреливая иконки дело в том что помимо собственно вот этой вот иконы было найдено еще несколько складней несколько иконок также поврежденных пулями можно конечно было вот эту иконку как-то выправить как-то отреставрировать лучше ее оставить в том виде в назидание потомкам тех лет тех годов что у нас вообще происходило существует своя скажем так староверческая магия со староверами со староверческими кладами какими-то находками именно как раз заговоренные клады когда ты достаешь что-то что положено не для тебя в скорости у тебя начинается такая очень черная скажем так полоса в жизни значит жизнь начинает рушиться начинаешь болеть но стоит вернуть это на место как все встает на груди своя это не один не два случая очень много таких рассказов староверие вот эти вот в том числе какие-то языческие традиции они более понятны они до сих пор и привлекают у нас до сих пор остались киржаки они скажем так сохраняя какую-то свою кастовость идет также по пути примирения с русской православной церковью идет по пути вступления в единоверие сейчас заново открываются единоверческие храмы единоверческие часовни где в принципе староверы могут приходить молиться в частности вот очень в нижнем тагиле единоверческой считается во-первых свято-троицкая церковь их немного староверов немного но они есть до сих пор в принципе эта старая вера жива и думаю что еще долго она не умрет и в 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 Субтитры подогнал «Симон»